Я свою творческую жизнь посвятил Северу, то решил у себя в мастерской поставить Ярангу. Похожим на заклинание словом северяне обозначают переносное жилище. Его Владислав Афанасьев соорудил из березовых жердей и баннерной ткани. В экспедиции на Чукотку видел – в похожих эскимосы живут и общаются с богами. Художник верит – ему удается тоже. У самодельных деревянных идолов взамен черемухи просят вдохновения для написания картин. Жители Севера общаются с ними о разном. Обычно в круг и начинают ходить и о чем-то говорить, хором говорят. Ну элементарно просят, чтобы хорошую погоду, чтобы всегда мясо в достатке было, чтобы дружба была в семье и чтобы никогда на акту не привозили плохие вести. Вот с моря вышли, надо пообедать, а не костреща. Кострище, как настоящий эскимос. Владислав Афанасьевич построил из дощечек камней и сена. На таких готовил в тундре пищу и живительный чай. Уголок Севера во дворе дополняет еще один – в честь Пушкина. Творчество любимого поэта-художника вдохновляет не меньше идолов. Потому он воссоздал аллею Анны Керн. В длину она, как в Михайловском парке, 12 метров. Береза, под которой диван совсем как у Онегина, привезена из Михайловского. Вначале холст надо выбрать, потом рисуночек. Оазис творчества художник создал в самом центре Благовещенска. Преобразить бывший угольный склад при старинном доме помогли супруга, дочь и двое внуков. Сколько с их согласия удалось написать картин, мастер не считал. Дело разве в этом? Скажем, у Сурикова 6 картин написал за свою жизнь. Но это шедевры, понимаете? Это ни о чем не говорит. Или, скажем, Саврасов. Он написал около 300 вещей. Ну, вся Россия полюбила, грачи прилетели. И просили там все богатые люди России, просили, чтобы он им написал, только грачи прилетели. Увидеть картины и двор Владислава Афанасьева может не каждый. Художник не любит приглашать в мастерскую гостей. Впрочем, не так давно сделал исключение для делегации из Китая. Кристина Слепцова, Андрей Белый. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова